Только бумага, только бумага. Понимаете, бумага. Сейчас мы будем программом поставить. Нет, не так. Я хочу вам представить главу право района Черемошка. А вы сейчас выступаете. У нас публичное слушание. И здесь необходимо для соблюдения демократической процедуры избрать президиум этих публичных слушаний. Я хочу вам представить главную архитектуру проекта «Водра» и «Елена Микрун», которая вам представит данный проект «Водра 21-21». И мы построим нашу территорию на фирмах. Я понимаю, как это сейчас будет, и пошло летать. До 10 минут доклад, и потом по 2 минуты. Полномочия, пожалуйста. Я попрошу, давайте мы сейчас начнем, предоставим слово. Для начала полномочия, вы кто такие? Полномочия, документы предоставьте, кто вы такие? У чего там все? Что вы кричите? Все заинтересованные люди. Что вы такое? Документы можете предъявить? Я представлю, документы. Да, можно? Советник президента Юго-Западного, Александр Львович Карпин. Вы члены окружной комиссии. Окружной, градостроительной, земельной комиссии. Предъявите, пожалуйста, документы, что вы члены окружной, вы получили восстановление правительства Москвы. Но предъявите, ну, состав окружной, ничего проявлять не буду. Откроете сайт, это публичный, это висит уже в течение года. Слушайте, мы вас... Фамилия ваша, я вас услышал. Я вас услышал. Вы успокоите. Я вам сейчас все скажу, я не скажу, слово попросил для того, чтобы вас успокоить. А там пришли, как заинтересованные лица, с проектом разобраться, начали главный базар. Значит, Мурат Азатович тоже является членом окружной градостроительной комиссии в части района Черемыша. Поэтому решение в ЕС градостроительной комиссии окружной, и это основывается на постановлении... Да, вот, что вы не найдете, вы не представляете, поэтому... Да, я сейчас... Вы сами потом попросите, чтобы вам комментарии сделали. Поэтому, без предложений, для того, чтобы все имели возможность высказаться, а не тот один узурпировал и всем кричал, не давал мне задать вопрос, не услышать ответ, этот порядок, который уже в течение двух лет опробирован, дает результат, дает возможность все выслушать и на все ответить. Доклад, этот порядок установлен постановлением правительства Москвы. Каким? Ну, какое мы вам это покажем? 27-е постановление, откройте интернет, что я вам не пешку буду проводить. 1258 ТП от 30-го 12-го 2008. Да. Установленный порядок, предусмотрен, постановленный порядок, предусмотрен, доклад по проекту. Мы вам все объяснили, я прошу вас, давайте мы прекратим сейчас эти премии. Доклад по 2 минуты после того, что мы закончили. Дайте, пожалуйста, по 2 минуты поступление. По 2 минуты. По 2 минуты. По 2 минуты. Дайте, пожалуйста, мы дадим. Можно только один вопрос. Одна вопрос. Одна вопрос. Я просто попросить, что те люди, которые находятся от президента, проинформированы о нарушении процедуры, и это внесет в протокол. Все. И начинается так. Давайте. Протокол, пожалуйста, занесите. Поздравляю. Спасибо. Данная работа выполнена с отзывами. Я вас попрошу, не будем. Давайте уважаем друг друга, пожалуйста. В том числе, в соответствии с требованиями, установленными земельным кодексом Российской Федерации, государственным кодексом Российской Федерации, государственным кодексом города Москвы, жилищным кодексом Российской Федерации и иными действующими нормативными центами. Если хотите, я могу пошире все перечисли. Конечно, пошире. Исчерпывающим образом. Секундочку, вы можете говорить. Главный кодекс РФ, Градстой, интелли кодекс РФ, жилищный кодекс РФ, Федеральный закон о 29 декабря 2004 года, 180. Части домов сформирована земля в соответствии с нормативами, а части меньше. Значит, у меня такой вопрос. Назовите эти нормативы. Покажу, познакомьтесь, это назвать не важно. Так, секундочку. Ситуация такая, что до 2000 года, да? А у меня есть материалы ответов из Москлум-аркетектуры, из ГЛАПАПУ, из НИИКИ, Генпланы, и больше того, что все вот эти вот проекты неживания происходили на основании методических указаний, вот последних, причем не от 2001-го, там и 2005-го годов, а от 2008-го годов, которые разработаны на базе СНИПа МГСН. Вы согласны со мной? Да. Чудесно. Тогда второй вопрос. А вы читали постановление правительства Москвы, номер 49-го 2000-го года, об утверждении этого СНИПа регионального? Не читали. А там очень интересная вещь написана. Там написано, что этот СНИП предназначен для вновь застраиваемых и реконструируемых территорий. Этот квартал к таким территориям не относится. Значит, получается, какая история? Я даже не знаю, поймут ли жители, то, что я сейчас скажу, неживали на основании нормативного акта, которому придавали обратную юридическую силу, что является просто-напросто нонсенсом или преступлением. Все, секундочку. Ну, зато раз. Я, в принципе, могу вам показать ответы, что все неживание проходило на этой базе, подписанной первыми лицами НИП и Генпланом, Моском архитектуре, Синицыным и так далее. Подождите, я еще не закончил говорить, да? Ситуация вот такая. Теперь, ваша деятельность основывается не только на знании архитектурных норм, а она идет на стыке еще и правовых отношений. Вы в курсе, что есть такой федеральный закон, который имеет первенство перед московским? Это закон о государственном кадастре недвижимости от 2007 года. И там коротко и ясно прописано, что если земельный участок сформирован таким образом, что он является меньше минимально необходимого размера по площади, то Росреестр не вправе ставить его на учет. Вы чем занимаетесь? Вы тратите государственные наши, то есть деньги, выдавая на выходе совершенно негодный продукт, которые у вас уже посадят. Спасибо большое. Позвольте ответить. Спасибо. Спасибо. Я хлопот, даже не услышал. Давайте этот вопрос. Значит, у кого-то человек присутствовал, мы встречались на слушании, он задал этот вопрос, пользуетесь ли вы МГСН. Это строительные нормы и правила, которые применяются при проектировании строительства, новых данных. А мы, к сожалению, уничтожаем существующие ситуации, в которых сплошь и отчаяния недоходимые вещи. Что есть незаконно. Что еще противоречит нам? Что еще раз? Пожалуйста, давайте уважаем другую группу. Я вас попрошу, давайте уважаем другую группу. А вы знаете, как я нормативный рак, в основании гостроя Российской Федерации, который запрещает... Я вас попрошу услышать, еще раз говорю, вы не один в этом зале, пожалуйста. Я слушаю минуту, извиняюсь. У меня как бы не сводится все к вопросу и ответу. У меня немножечко другое. Вы перечислили большое количество законодательных норм, в каждой из которых сказано о том, что вы что-то не учли. В МГСН не сказано, а вы не учли в норме нормы. Например, тот же вводной закон жилищный код. Он говорит, что... Извините, у меня не стыкуется пока, не складывается то, что вы хотите донести, или... Я не знаю, как это явление назвать. Вы, ссылаясь на законы, не учитываете их содержание. Если вводный закон говорит о том, что общедалевую собственность входит в земельный участок с элементами благоустройства, и дальше идет через запятую. Афро-стоянки, детские площадки, спортивные площадки, у вас вдруг появляется фраза о каких-то двух вариантах, один из них минимизированный, который лишает вот этих элементов благоустройства. И тут же вы ссылаетесь, что это все якобы делается во благо здесь присутствующих и неприсутствующих. Вы сказали, что, ребята, вы будете меньше платить налог. Я не говорю об этом. Правильно была претрикация. Вы, вот, все здесь слышали люди, но даже вот вам с места там люди возмущены, говорили, что отменял налог. И озаботиться о нас не надо, государство уже позаботилось. И мы с вами очень на непонятном языке говорим. Сейчас мы вынуждены говорить на двух языках, де юре и де факто. Вот вы говорите на де факто. А де юре – это основа построения всех отношений в этом обществе. И вы, пытаясь упомянуть какой-то закон, мгновенно его нарушаете. Поэтому даже вот это наше мероприятие, я его даже собранием не могу назвать, потому что мы все вышли из Советского Союза, и все прекрасно понимают, что такое собрание. Собрание – это то, что можно проконтролировать, зафиксировать, потому что даже вот эти вот попытки зафиксировать на видеосъемку, доступа потом не будет. Я ни один раз пытался это сделать, не получится. Когда есть президент, и вот человек отвечает за все происходящее, когда есть председатель собрания, когда есть секретарь, и он расписывается в протоколе, и там регламент задел. Потому что вот сейчас председатель сказал, что две минуты каждому. Но вообще регламент, он утверждается собранием. Согласны, да? Мы с вами с вами с вами, мы понимаем. Секундочку, вы высказываете свою точку зрения? Или надо? И ты едеваешь наступающего? Нет. Вас никто не был на матчу. Вы сидите на матчу. А мы садим его в шестой. Еще полминуты. Кого? Хорошо, давайте. Значит, есть еще такая вещь. Значит, понятие формирования измененного участка. Тише, пожалуйста, я не переключу себя. Понятие формирования земельного участка происходит единожды при строительстве домов, при проектировании дома. После того, как это проектирование происходит, более того, ведь тот, кто застраивает проект, он платит арендную плату, там еще экономические отношения. И как только дом, жилой дом вводится в строй, он переходит автоматически в общедалевое имущество. И дальше, а общедалевое имущество – это цифра, которую не вправе изменить даже президент. А вы хотите изменить вот эту картинку каждого дома. Это невозможно юридически. Потому что люди получили в общедалевую собственность земельный участок. Уже сформированы при проектировании. Если я не прав, вы мне можете сказать, что да, вопрос формирования участка могло происходить и потом. Но вы мне покажите хоть один документ, который узаконит повторное формирование участка. Я не говорю про регистрацию. Вот примерно так. Сформирование земельного участка – это самозаклад. Это он не может быть. Потому что это он не может быть никогда в нашей стране. Попробуйте ответить на мои возражения. Перед тем, как вести проектирование, вот сейчас, когда мы ведем проектирование, отводится участок, проектирование стоит. Уже построены участки. У нас уже построены дома. Мы говорим, что когда строятся здания, оттуда определяются участки. Так вот, существует два вида землеотводов под участок. Один участок для строительства с последующей эксплуатацией, при этом существует еще отдельный стройкий план, он может быть больше и меньше, это не важно, для строительства с последующей эксплуатацией. Тогда этот участок заносится, как кадастровый участок, на него обогнаются отдельно-порожные отношения какие-то, допустим, выделен по распоряжению там того-то, 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 для строительства с последующей эксплуатацией. А есть только по строительству. Извините, но так, иначе уже не точно получается. Вот смотрите, сразу момент. Дома построены до, например, 2007 года, или до 2005 года. Они без разрешения на выделение земельного участка с одной целью строительства и эксплуатации. Они объединены. Они определены решением Мосгорисполкома, выпущено это разрешение. И главное, это один вариант. Но мы сейчас даже не об этом говорим, не по процедуре. Мы только говорим сейчас про одну составляющую. Что эти участки, которые вы сейчас попытались перемеживать, они уже сформированы. Знаете, для начала работы нам департамент городского университета предоставят все необходимые материалы. Мало того, только не перебивайте, пожалуйста, мы проходим процедуру согласования с департаментом земельного имущества. Это ДЗР бывшие слипы с департаментом имущества. Сейчас, подождите. Они смотрят всю прав... Вот эта вся правовая база, это их. У нас имеется, мы будем проходить, так сказать, согласование с ними. Все вот эти замечательные смотрят их юристы и правят наши, так сказать, проекты. А правообладатели не забыли? Секундочку, давайте. Видите, подписывай. Путер, ребята. А про правообладатели? Они сейчас смотрят, пожалуйста, вас сегодня нужно послушать. А где они? Значит, если вы посмотрите подробно проект, вот кто подходил, я показывала, есть такой чертеж, создание, это оформление замена правоварушения с полным перечнем, полной достижением. От какого пола? Это последнее предоставленное решение нашим заказчикам. Пожалуйста, будьте... Подождите одну секунду, пожалуйста. Почему вы знаете, говорят? Ну давайте высказывать. Я еще раз дождите. Давайте. Извините, пожалуйста. У меня можно маленькое предложение? Предложение? Всем выступающим. 20 секунд. 20 секунд. Значит, буквально. У меня предложение всем выступающим. Не просто эмоции, не просто выступление, а обязательно привод и пожелание. Предложение. Предложение. Товарищи, дощи власти 59, я старшая по дому. Пожалуйста, занесите протокол моего выступления. Петр Иванович. Мы дом поставили в 60-м году, построили. Когда я пришла, пришла на четырежды, ходила на экспозицию. За старого автора проекта только последний раз с 5 до 8. И там я задала вопрос, как же вы все это делали. Она говорит, я говорит, новостройкам по щитамам, дала то, что по нормам нам положено, а вам, старым домам, то, что осталось, поощипало. Вот дословно так. Ключевое слово, поощипало новостройкам, как положено по нормам, а остальным домам, ну, то, что осталось, раздало. В итоге наш дом остался совершенно без земли. У нас ощупались только, что просто дальше ехать некуда. Перед нами стоит дом профсоюзный, 30, корпус 2. Там живет зам. Рефекта. Раньше был ЮЗАУ, теперь Южного округа. Там у них по норме чуть больше нормы. Под нашими окнами ощипнули. Для дома 61, корпус 1, где живет депутат. И мне было сказано, там живет депутат. Поэтому, и нам осталось депутат. А какой депутат? Ну, это бескренел уже. А какой депутат? Товарищи, я могу поступить слова. Так, про депутата, я не знаю, что я не знаю. А про депутата, я сказано вот так. Позвольте ответить, пожалуйста. Я говорю слова, депутата не знаю, или дело, мне вот сказали. Вот так, товарищи. Свините, ради бога. Позвольте сказать, что я не знаю. Уважаемые жители, пожалуйста, дайте, пусть ответит, если бы я не знаю. Я буду спросить. Пожалуйста, ответьте, если бы я не знаю. Нет, там помощник для у нас, скажу. Давайте посмотрим. Вот объясним, да? Вот женщина, парень, что. Да. Участку 20 дней, то есть ваша молодость. Да? Участку 20 дней. Участку 20 дней. Уважаемые. 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 Уважаемые, секунды, секунды, пожалуйста, я вас попрошу. Вы задали вопрос. Уважаемые, пусть я ответил, но тяжело, правда. Уважаемые, пусть я ответил, но тяжело. Проверите. Вытащить вашему мужу определенную 0,554 ГА. По нормативам минимально необходимо 0,449, максимально 0,584. То есть на 300 метров не хватает. По каким нормативам? Вообще так, товарищи, у нас по нормативам 0,558 получила справку из ДСА, а здесь 0,97. Секундочку. Есть вопросы еще у жителей? Прошу, пожалуйста. Уважаемые, 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 я вас попрошу, дайте следующий вопрос. Вопрос такой, для чего вообще это собрание? Значит, вообще для чего нужно межевание? Мы начали сразу с каких-то подробностей. Извините, межевание обычно для чего требуется? Либо, чтобы выяснить, какой налог платить, это первое, да? А второе, если квартал идет на реконструкции, тогда это тоже существенно важно, сколько, как бы, чем длить из вещей. Прираселиться. Так вот у нас такая причина? Что налог выяснить, как платить? Либо у нас тут, это не даже тяжело. Вот это первое, из чего у нас... Он спасел, и платоку наступает, какой налог у нас? Либо налог, либо расселение. Давайте прожищем. Спасибо. Ну, ладно, спасибо. Уважаемые, уважаемые, уважаемые. В связи с уступившим вопросом, зачем проводится межевание? Межевание проводится для того, чтобы осуществить разделение земельных всего ростала на земельные участки по пользователю. Значит, это межевание, вам уже докладывал разработчик, основывается на градостроительных нормах периода застройки. Как правило. Есть путная позиция. Значит, по этому поводу, если у кого-то, в формальном предлогу, по этому поводу, есть решение, что это должно быть сделано. И администрации муниципальные и государственные субъектов должны провести эту работу. А само межевание в соответствии с градостроительным кодексом по нереорганизуемым территориям осуществляется с учетом проведения собрания участников публичных слушаний. Идея заключается в том, что все то, что градостроители сумели здесь изобразить, опираясь на те нормы, которые есть, они обязаны вынести, доложить, проинформировать вам и услышать, где у вас вызывает сомнение тот или иной конкур. Та или иная граница. У вас могут быть документы, вот СЖ говорила, что им отведена земля в определенной границе. Здесь не соответствует. Мы очень просим эти документы представить разработчику. У меня предложение, чтобы он был, я не должен представлять. Вы знаете, вот такой вопрос металлический. Кто лучше всего должен знать обязанности, вернее, права собственника, права жителей города? Знаете кто? Те чиновники, которые на эту должность поставлены. Я представлять документы не должен. Первое. Второе. Вот любое выступление, я предлагал, что любое выступление должно заканчиваться предложениями. У меня уже есть два предложения на суд собрания. Вы сейчас обязательно... Не принимайте. Я хочу проговорить, потому что протоколируется все. Протоколировать необходимо. А потом еще есть протоколирование. Собрание я прошу соображать. Да, да, да. Собрание. У вас есть еще здесь жители, которые интересуют вопрос? Я думаю, что все жители это предложение, пожалуйста, интересуют. Да, да. Разрешите штрафа. Протите вы человека затыкать. Вы затыкайте человека. Дайте вы сейчас сомнение. Секунду, секунду, секунду. Вы даже с вами предложили. Президент, вы успокоитесь, дайте выступить человеку. Так я предложил. Президент, не дайте им на президент. Затыкайте руку. Не заказать, не ров человеку. Разрешите мне руку. У нас свобода. Свобода существует, Конституция работает. Делание свободы, а мы что все получили. Так вот мне все говорят, скажи. А вы говорите, не надо. Мы вас слушаем. Я готов сказать. Я первое предлагаю. Обязательно в этот проект внести данные по ранее сформированному участку. Есть такой законодательный норматив и термин. Ранее сформированный участок. Первое. Это не точно. Он называется не ранее сформированный, а ранее учтенный. Ну, ранее учтенный. Я очень рад, что вы мне попали. Потому что формирование земельных участков не проводилось. И вот это вся проблема. Хорошо. Для меня есть предложение. Второе предложение. И второе предложение. Я понимаю, здесь есть депутаты, местные депутаты, которые обличены доверять. Я им предлагаю. Вот их руководству провести экспертизу вот этих данных по ранее сформированному участку. Вот два предложения. Я просто предлагаю, ведь сначала было слово. Вот я формулирую то, что необходимо сделать в ближайшее время. Потому что на сегодняшний день вот эти игры в Москве, они происходят в одни ворота. В одни ворота. Потому что удивительно. Город это кто? Город это собственник. Или вы все-таки представители собственников? Так что город хочет отнять эту собственность и ее увеличить? У кого? Уже существующих собственников? Но это неправильно. Понимаете, вы с ног на голову ставите вообще все общество. Если вы хотите воспитать собственников в этом городе, в этой стране, дайте возможность им развиваться. Не пытайтесь их обрезать, урезать, перемеживать. Поставить, указать им место. Это бесцеловечно. Я тоже не знаю. Спасибо. Спасибо. Я же развернусь тебе буквально полсекунды для ответа. Во-первых, ничего не отнять и ничего никому не прирезать. Речь идет. И для этого, еще раз повторю, на публичное обсуждение вынесены те границы, которые, исходя из общих нормативов, градостроители подготовили. А дальше ваше предложение слушается. Если вас контур участка или его размер не устраивает, и вы вносите предложение по его корректировке, это учитывается при окончательном решении. Мы же считаем, что он изначально не прав. Мы же считаемся руками поправить. Какой у нас кубик? Одинный, единственный, нормативный базик. Так мы же собственники. У нас же есть собственность, которая в государстве. Подозаконная на собственность. Подождите, мы сейчас говорим о ее наличии. Убирательный закон дал право, долевую собственность, право на которое вы имеете. Вы живете в крест, и он закупает, что нет, я живу, я живу. Ну как он? Как он? Простой пример. Значит, в своем доме 3 четверти приватизировано. Я сейчас не про это говорю. Вот за иске времена, в виде которых у вас есть в квартиру. Тише, я не перекричу. Я говорю, давайте по-руссу. В кооперативном доме, когда человек покупает квартиру, он ее не зарегистрировал, он ее купил. Он собственник? Собственник. Более того, он собственник. Он уже владеет, он уже распоряжающий. Но он ее не зарегистрировал. То же самое с земельным участком. То же самое. Вы можете сказать, что лифт, который является общественным имуществом, что он не принадлежит собственникам тоже. Если у вас есть решение, что возможно, как вы земельным участком, строительство и эксплуатацию, ну нет проблем. Вы нам номер дается сошли. Проблема в том, что, опять-таки, согласно сегодняшнему законодательству, вы, как собственники, обязаны были бы зарегистрировать свое право. Не углите, не углите, не углите, не углите, не углите, не углите. Был в шоке. 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 Есть постановление высшего адресного суда, где сказано, что общедомовое имущество принадлежит собственникам помещения в многоквартирном доме, вне зависимости от постановки на учет в Росреестре. То есть, вне зависимости от регистрации. Сейчас, доказательство, кто-то, что соврал, теперь это совершенно верно. Это что такое? А кто-то запутался. А кто-то запутывает вас. А вы, пожалуйста, успокойте. А я успокоен, как прежде. Я не кричу, вы кричу. Вот это все снимается, и все, что ваш залож уже зафиксировано. А еще раз, пожалуйста. Да еще раз снимается. Сейчас, еще раз. Я не говорю о том, что у вас право не существует. У вас право, но если вы сниженом закону, где речь идет о ее границе. Вот этих самых международных точках, которые должны, если они сниженом законы, то они получают органы, регистрации, сведения по зарегистрированным таким точкам. Ну, я и предлагаю. Но самое интересное, что я попытался по своему дому в Акхиво взять депутат. Давайте дадим слово депутату. Для вас, если дадим, это слово. Нет, мы закончили. Пожалуйста. Подождите, тут шесть человек выступает сейчас. Позвители молчат. Дайте жизнь. Давайте депутату. Документ, который не учтен, а для того, чтобы что-то, что не учтено, и можно было внести в проект, да? Если что-то не учтено, у вас есть документ, просто вы хотя бы копию, да? Для того, чтобы вы приложили, из учетом этого документа, мне что удастся? Нет, удастся. Не выдастся. Не выдастся. Секунду. Секунду. Вы вас столько, что обманули по всем параметрам. Вы сидите, поскольку вы невежественны. И ничего не понимаете, и не знаете. Эти люди, знаете, что сейчас вот этот товарищ, который комиссию эту возглавляет, вам заявляет? Что все ваши дома были построены самозахватом, без лимблятвода, без формирования границ ваших земельных участков, без правообразующих и правоподтверждающих документов. Что абсолютно не так. Потому что, когда ваши дома строились, принималось решение властного органа выделения земельных участков, затем составлялся акт на выделение земли под капитальное строительство на праве бессрочного пользователя. Это так и есть. Без привязки этих границ, а в этом акте уже определялся размер площади вашего земельного участка и границы. Вот я вам просто покажу такой документ, который из вас никто не видел, не нюхал и даже не представляет. Он называется акт о предоставлении земли под капитальное строительство. Здесь написано, что граница и площадь предоставленного участка обозначены на инвентарном плане, прилагаемые к настоящему акту и составляющей с ним одно целое. Эти документы власти отказываются выдавать. Если вы приведете в Мосархив, там вам просто скажут, что не поступали на хранение, но не было ни одного дома, на который не оформлялся бы такой документ. Земельные участки сформированы, они принадлежат вам на основании закона. Никаких регистрационных действий вам предпринимать не нужно. Федеральный закон запрещает перемежевывать границы ваших земельных участков. Могу сослаться. Значит, постановление обостроя Российской Федерации, номер 150-2002 года. На территории жилой застройки во время веживания границы существующих землепользований изменяться не могут. Точно. Есть закон обведения в силу ныне действующего градостроительного кодекса. Там коротко и ясно сказано. Они же прикидываются, что они не читали это. А вы вообще не читали это точно. Когда вы его открываете, вы там вдруг увидите такую вещь, что на территории жилых кварталов можно межевать только ту землю, которая изначально не разбита на участки зданий строений. Перевожу на доступный язык. Если вот на территории этого квартала существовал какой-то пустырь незастроенный, то он, конечно же, находился в собственности города. И город, если решает, что-то там построить, допустим, несколько зданий. Этот кусок нужно размежевать под эти несколько зданий. А ваше здание, к ним вообще, к вашим домовладениям никто не может приближаться на пушечный выстрел, не уменьшать, не увеличивать границы ваших земельных участков. И эти люди, которые вам сейчас лапшу вешают, это смыська буржуазной бюрократии со строительным капиталом. АПЛОДИСМЕНТА Соседи, накалок страстей велик, да, здесь есть предложение, в принципе, никто не мешает, да, соответственно, рабочей группе, да, то есть и мне, и вам, да, соответственно, и всем желающим в префектуре, при окружной комиссии поприсутствовать и выявить вот те самые сопоставления, те данные, о которых вы сейчас только что сказали. На самом деле, я даже не возьмусь ничего даже и комментировать, и предложить сверху, да, соответственно, сказано. Единственное, что хотелось бы, там, был в наших городах, я действительно тот депутат, который живет в соседнем доме, значит, но и в общем журнале, в соседнем доме с Натальей Александровной. Который больше из земли себе. Да, который... Адрес? А, Кириллский, 61, в журнале Александровне. Значит, что хотелось бы сказать. И в журнале общего, значит, в журнале экспозиции. И в журнале экспозиции. И уже весь дом у меня прописал сейчас документ обращения в окружную комиссию. Мы отказались от земельного участка, с которым журнала Наталья Александровна. Она это прекрасно... Подождите. Попокоен. Этот проект, который нам дали смотреть, да, соответственно. И вы прекрасно знаете. Я вас просил посмотреть, да, соответственно, убедиться в этом. Почему меня сейчас выставляют в таком свете, что здесь живет депутат, и он себе прорезает землю, я не знаю. Если это не так, я готов придут на ответ. Если я сейчас умру, у вас будет возможность ознакомиться с протоколом. Иван, вся полоса была. Секундочку. Иван, секундочку. Ну, дайте часу выступить. Секундочку. Значит, и в протоколе будет указано и выступление, и записи на экспозиции, и все замечания и предложения, которые у нас в недельный срок после текущего собрания поступят. Я прошу всех, на самом деле, ознакомиться и снять с меня уже вот этот, скажем, плевок, который сейчас только что мы адресировали. А ты участвовал в этом? Более, более, я не буду отвлекать вас, потому что здесь есть компетентные люди, которые, скажем так, более, скажем так, глубоко знают все эти вопросы. А отношения к вам, пожалуйста. Вот, подождите секунду. Пожалуйста, Катя, ну, дайте мне. Отожди, я вам дараюсь, пожалуйста. Можно мне? Пожалуйста. Пожалуйста. Вы сказали, что когда... Можно я вас обстану? Да, я слышно, да? Что вы не собираетесь ни у кого ничего отнимать. Вот слово «отнимать» прозвучало, да? Я не слышала, да? Вот мой дом, проследование 40. Корпус 1. Первый вариант. Взгляните. У нас полностью обрезали землю. Полностью. После того, как мы ознакомились с этим проектом, в префектуре написали свои возражения, против этого частично нам изменили. То есть часть домовой территории, которая как нормально должна быть не вот там, а должна быть вот здесь, нам все-таки вот в новом варианте вернули. Но с другой стороны, уже давно, нас лишили нашей детской площадкой. Левая сторона, если смотреть со стороны префектуры, давили, если снизу, вот метро повторено смотреть, правый торик нашего дома, выходящий из школы 190, у нас там поставили гаражи. Гаражи инвалидов войны. Мы писали письма, нам ответило, и управе предписание было направлено о том, что это вопреки всем противопожарным нормам. В конце концов, эти гаражи убрали не так давно, но теперь эту территорию, нашу детскую площадку, спортивную, бывшую, закрепили за соседним многоэтажным 17-этажным домом. Это раз. С другой стороны, предыдущий вариант, хоть там и был Косогор, выходящий на профсоюзную улицу, как бы нам там что-то оставляли. Теперь нам это тоже обрезали. То есть получается, с двух сторон, с двух торцев, сделано полностью обрезали. Это называется, не отнимаем. Я не понимаю, почему перед торцами моих соседей, которые я была председателем домового комитета достаточно долго. Сейчас институт домового комитета приказал долго жить. Вот, поэтому я очень хорошо, как бы, сколько мы боролись с тем, чтобы жители просят, уберите от наших фоконных автомобилей, у нас там газовая труба. Мы боимся, в свете того, что недавно произошло в Москве с газовыми делами. И сколько это происходило? Можно понять, что мы их боялись. Теперь у нас эта площадка, тем более чужая. Вот ради жителей этого многоэтажного, 17-этажного длинного дома наши жители могут погибнуть. Логично. Да, я закончила. Пожалуйста, внесите соответствующие изменения. Но все-таки ваше предложение состоит в том, чтобы вам увеличить. Если вы не верите, то с какого контура все-таки, что мы будем делать? Нам вернуть два контура, два торца. Тот, который был нашей спортивной и детской площадкой, который в сторону школы 190-й, и тот, который выходит на проследование. Мы не претендуем на какой-то большой кусок проследования, но хотя бы небольшой вокруг дома. Для протокола представьте. Уважаемый, будьте любезны, секундочку. И вы должны требовать, чтобы он остался вне прикосновения, а не выклянчиво здесь, чтобы вам в торце чуть-чуть что-то оставили. Вы понимаете, что вас уже обмаровали, а вы говорите, ой, вы знаете, меня ограбили. Ну хотя бы трусы там не оставьте. Трусы не ограбьте. Давайте ограбим, что вы сделаете. Закон запрещает вам отказываться от этой земли. Социальную рознь. Вы земли у нас воруете, а нас обвиняете в разжигании социальной розни. И спасибо вам. Послушайте, я вам еще раз говорю. Наши земельные участки сформированы сначально. Одну секунду, господин, уважаемые жители. Если в этом зале, то полу, то не понимают, что происходит. А что же пошло? Тихо, 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 тихо. У нас процедура такая. Вот для начала, чтобы мы не думали, что вы кто-то правдиваете. Значит, мы, когда делаем проект наживания, который согласуется сначала с департаментами, и самым будущим городом Москвы, и ничего вы выносим на будущее службы. Потому что похоже на ваше мнение. Может быть, что-то мы не учили ваши пожелания жителей и учителя. Это все загрузится в журнал. После этого все это через префектуру оформляется, дается нам, исполнителям. Мы смотрим, если реально что-то, как бы вещи, которые, да, можно учесть пожелания жителей, так будет лучше, и что-то как-то. Или мы находим способы, как бы их удобретворить. Если у нас училищили. Если у нас какие-то спорные вопросы, мы так не можем сделать, то это все выносим из медную комиссию на общее службу. Это существует не только мы, но и тогда. И тогда они выносят конкретные решения. В данном встрече, я когда разговаривала с жителями, были определенные пожелания. Так мы с ними ознакомились, мы вот с этой дамой, например, это все отмечено, молотово, по обезмененному. Я просто пошла на встречу, и к собранию подготовлено. Вот что я считаю возможным, как проектировщик, делать, пойти на встречу людям, и уже к сегодняшнему дню, не дожидаясь такой территории, дать вам вариант, который максимально у вас должен быть ответить. Но по поводу этого участка. Значит, и подметом этого струна, было бы желание дать им территорию больше, а сам, там же эти подметки, там где-нибудь по территории им не обязательно. То есть они готовы ей пожелать. Существуют максимальные расчетки врача, больше которого мы дать не можем, потому что они не могут по расчетам. Как положено добавить. Вот минимально, а максимально. Там, где бывает ситуация, когда всех не хватает, мы стараемся, что у нас не хватало, и всем пропустим. Вы извините, пожалуйста, но непонятно, кто родитель, и кто сеть. Значит, дело в том, что мы пошли навстречу, и у этого дома, она говорит, что у них детская площадка, есть у них детская площадка. Мы ее обговаривали, мы ее видели, она же фиксировала. И мы им дали территорию перед домом с этой детской площадкой. Максимально необходимую территорию. У некоторых домов не хватает, и они молчат, да? У некоторых невозможно это по планировочным условиям. А вот данному дому предоставим участок в такие возможные территории в детской площадке вижу максимально необходимую территорию. Нет, они не хотят. Там была не только детская, там была спортивная, там были турникеты, которые шли, такие турники, которые шли, такие турники. Мы им суши-пуще положили, что есть, это ничего. Я на вас нашла. Давайте, я просто даю. Давайте, Григорь, пожалуйста. Дови соседей, я представлюсь, меня зовут Семенов Григорий, я муниципальный депутат района Черевушкина. Значит, сразу скажу, да, Семенов Григорьевич, сразу скажу, я в этом квартале, который сейчас обсуждается, не живу, и здесь не живут никакие мои друзья, родственники до десятого колена. Поэтому никакой заинтересованности персональной нет. Значит, что касается на подсуществу. Действительно, я в этом собрании вижу один очень серьезный недостаток. Публичным слушанием не достает публичность. Значит, во-первых, были определенные нарекания к процедуре оповещения, определенные и очень серьезные нарекания, секундочку, нарекания к процедуре проведения экспозиции. Я сам был на экспозиции, ну вот, буквально, как в какую-то запретную зону прорывался и знакомился с какими-то документами генштаба и на какой-то большой армии. Значит, по существу что я предлагаю? Значит, во-первых, по протоколированию. Я так понимаю, что помимо вот той камеры письменного протокола никто не ведет. Значит, я снимал все, что здесь было. Значит, вот то, что снял лично я, там большинство выступлений, я обещаю уже завтра выставить в соцсети, в интернет, и это будет доступно. Значит, это первое. Второе. Я считаю, что эту работу нужно продолжить. Смотрите, вот здесь как бы выделились две группы. Группа тех, кто готов вносить свои предложения и жалобы, конкретно недоволен тем, что происходит с его, ее домом, там, гаражами, ТСЖ и так далее. И есть эксперты, которые готовы своими знаниями это проанализировать и дать какие-то ответы. Значит, поэтому я предлагаю вот создать некое такое публичное пространство. Я готов сам лично принимать электронные письма, координаты дам, значит, выставлять публичный доступ у вас в вопросы и претензии и ответить в петру. Вот, Владимир Георгиевич, я думаю, что вы выступите в качестве... Вот сейчас можно будет выступить? Можно. По поводу выступления это не я решаю, а вот я лично вам готов дать свою успешную адрес, вы мне пришлете, и я отмечу. на вашу просьбу. Можно сейчас отмечу на вопрос? Подождите, подождите секунду, кроме вас еще людей. Поздайте, казалось бы, все правильно, да? Вы готовы организовать какое-то обсуждение? Вы не будете поздите, поздите, говорите. Мечтал, Владимир, будьте любезны, вы с ним не правы. Это означает следствие. Это не будет идти ровно никаких посредствей. Так же как и публичные слушки, они не будут обедать. Совершенно верно. Играли на руку в аренду, потому что после этого собрания они смогут поставить залочки на формально пролезетные мероприятия. Я попрошу вас. Давайте, пожалуйста, вы выскажите, спасибо большое. Пожалуйста, да, оставьте. Я, значит, я сам председателем домком профсоюзной 38 корпуса 1. Вообще, в принципе, мне бы хотелось сказать, что мы вообще в принципе против вообще подобного обиживания. Но, тем не менее, так как мало шансов на то, что этот вообще проект отменник, а может быть и есть шанс. Я надеюсь, во всяком случае. Я просто хочу конкретно сказать по поводу нашего дома. Значит, профсоюзной 38 по торцам у нас изъяли землю. И самое страшное, я хочу обратить внимание, собираются сделать здесь транспортную такую артерию внутри дворового между... Вот здесь как раз непосредственно мимо школы и мимо детского сада. Что делать категорически нельзя. Здесь уже были люди, были свидетелями и видели конкретные случаи, когда здесь просто сшибали машину. Здесь перегорожена сейчас вот этими валунами эта дорога. И, пожалуйста, жизнью наших детей, пожалуйста, не рискуйте. Я даже удивляюсь, как на эту школу там пошла, наверное, просто категорически нельзя там делать, никакую транспортную артерию. Допустим, меня. Я могу... где, пока я жменьки, где у нас? Где? Ну, шестьятый школы анталлущих и москва туда. Продолжение следует... Дорога так шмарит? Нет. Причем тут дорога, что вы можете сказать, мы на этой школе пользуемся, если не знаю, что там дорожка, вы не рассказываете, там дорожка, там паркинский есть. А вы что, я же не знаю, книга там надеждают, вот это, вот парень. Может быть, еще есть тревог, я проверку. Не знаю. А что вы тут опровергните? Нет, нет, там. У нас вот это вот по берегу, когда у нас по берегу был объезд, это совершенно типично и нормально, когда по берегу эту дорогу. Есть объезд не внутри дворовья, а по берегу. А там теперь это все перекрывается. Почему? Причем тут покажите, не покажите. Это же все остальное. Пожалуйста, слушайте. Спасибо. Уважаемые жители, я хочу представиться, я депутат во мне Вячеслав Владимирович, и как мне тут... Депутат чего? Муниципальное собрание. Мы все здесь депутаты, муниципальное собрание. Да. И баллотировался именно по этому району червем. Многие меня знают. Наш квартал. Значит, у меня сейчас миссия миротворца. В некоторой степени миссия миротворца. Значит, да, давайте я буду кратить. Первое. Мне все эксперты здесь, наверное, поддерживают. Московские законы идут в разрез с федеральными. Да. То есть в данном случае наше мероприятие и все законы, которые здесь приводились, они незаконны. Да. Все. С этим все. Да. Все встали. Даже по московским законам данное мероприятие информационное. Не надо тратить нервы. Все. Значит, это первый вопрос. Рекомендательный. Неверно. Ну, рекомендательный. Второе. Второе. Значит, то, что я вас запрашиваю. Покажите, пожалуйста, первоисточники. Вы говорите, что вы пользовались первоисточниками. Они где-нибудь здесь подшиты у вас? Да. Покажите, пожалуйста. Это первоисточники. Цифровые первоисточники. В 61-м году застройка цифровые три. Как понятно. Так. Александр Немович. Вот. И вот теперь, Александр Немович. Мурат Азарович. Вы можете... Вы не можете опровергнуть того, что на прошлых общественных слушаниях мне Александр Немович бросил перчатку и сказал, что первоисточник какой существует, и у меня их нету, и ничего мы не найдем. Александр Немович, это было видео выложено в интернете. Хорошо. Можно я вас не переберу? Так вот я вам могу сказать. Вот в этой папочке все первоисточники по нашему району Черемички. Да что? 61-го года. Аааа. Тем,ля, вон они там по моему промыслу подписали. Это сильно. Поэтому вот это вот, все вот это вот. Вот. Преступление. Преступление. А можно добавить буквально на... Минуточку. Минуточку. И на следующий момент. Депутаты, депутаты, Григорий, Алексей, в четвертом месяце мы, вот наша группа как раз инициировала, и нас все депутаты муниципального собрания, кроме жителей этого района, поддержали вот такое вот решение, которое у меня есть. Копия верна, совет депутатов. Пункт 2. В связи с тем, что операции с границами территории следует принимать решением общего собрания собственных, выразить отрицательное отношение к обсуждению предложенных проектов на публичных слушаниях. Все. 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 Стойбой. Спасибо большое. Еще есть вопросы? Отлично. Пожалуйста. То есть управа удовлетворили решение муниципального собрания? Да. Управа ничего не удовлетворила. Я представлюсь. Вы поясните жителям. Да, да, да. Разгонят правоцент. Я представлюсь. Я житель района Черемушки, депутат района Черемушки. Зовут меня Алексей Гусин. Значит, я хочу сказать самое первое и самое главное. То, о чем многие не знают. Вот сейчас у нас здесь проходят слушания, которые на самом деле являются просто фикцией. Потому что по закону все публичные слушания всего лишь имеют рекомендательный характер. По московскому закону, совершенно верно. Имеют рекомендательный характер. То есть мы тут можем любое решение принимать, неважно, все равно решат так, как решат. Слушание состояло. Состоятельность, галочка поставлена, все. До свидания. Это первое. Самое важное, что мы должны понимать. Второе. Очевидно нарушена процедура. Во-первых, мне непонятно, кто ведет протокол. Вообще, кто здесь ведет протокол? Никто. Никто. Поднимите руку. Кто ведет протокол? Нет протоколиста. Вы сюда должны избрать президиум. Нарушены. Вот именно. Президиум не избран. И власти произначировали это специально. Президиум не избран. Регламент проведения этого мероприятия не произведен. Здесь просто приходят, можно что угодно сказать, Я считаю, что мы должны выразить свою волю в том, чтобы признать это мероприятие несостоявшимся, решения никакого, не принимающегося. Я лично настаиваю на том, чтобы было сохранено старое межевание. Я думаю, что жители меня напомбодили. Спасибо. У меня положение. Давайте сейчас поставим протокол, то есть решение нашего учился братья. О том, что не состоялось. Все. Извините, я старый раз не спалил, но вам не спалил. Это ваше право. У меня, знаете, просьба у нас состоялась? А просто дать поручение от жителей, чтобы предсказали правовое исключение по деятельности этого межевания. Мы же здесь с вами жители этого района. Нет, 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 я объясню почему. Потому что, поймите, я вот выступил один человек, но выступил другой. Вот я говорю, я темный в этом. Но я хочу это увидеть на бумаге, я, может быть, пойду к какому-нибудь умному человеку, он мне скажет, действительно нас обманывают, обворовывают? Или мне, извините, голову морозит вот этот молодой, красивый, бородатый, ну как я. Поэтому, вот давайте, вот мы составим, может быть, отдельный протокол, что тех, кто сегодня собрался здесь, жители этого района, дали поручение главе управы, раз уже, так сказать, ведет, подготовить в течение, предположим, там, недели вот это вот заключение относительно оснований проведения правовой спасли, ну и так далее. И выставить его, соответственно, на заднюю праву. И мы тогда все это поймем без эмоций. Как вы считаете, я прошу, как вы, жители, кто одобряет это предложение? Только с признанием слушания несостоявшимся, и начальник, пока мы правим. Да, да, одно секунду, но нет, я говорю, я не одно секунду, я дополнительный. Уважаем, жители, пожалуйста. Уважаем, жители, пожалуйста. Уважаем, жители, пожалуйста. Уважаем, жители... Общее собрание не поручило. Да, общее собрание, Николай Николаевич, не поручало. Причите, я вас не переживаю. А вас очень вывезли за это. Причите. Можно, когда я буду отвечать, я очень коротко стараюсь тоже не перебивать, иначе невозможно понять, что предполагается ответить. Итак, порядок проведения, о котором мы с самого начала вам докладывали, он установлен в постановлении правительства Москвы, которое названо. Согласно этому постановлению ведется протокол, кроме этого ведется, а вот это запись. Кем протокол ведется? Кто? 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 Вот они здесь. Я вижу, что это протокол не ведется. Не ведется протокол. Кто? Кто? Мы, как человек, квалифицированный, знаем, что итогом публичных слушаний является протокол, который обнародуется в сети интернета, в который все замечания, прозвучавшие здесь выкладываются. И никакой необходимости сию минуту этот протокол выложить нет даже возможности, потому что все, что вы наговорили, надо прописать и выложить. Все это будет. Все это будет. И если кто-то сомневается, вы можете открыть официальный сайт префектуры и увидеть длинный перечень протоколов и заключение по публичным слушаниям, которые уже два с лишним года выкладываются на нашем сайте для всеобщего обладания. Поэтому второе, что я не могу как бы не прокомментировать, но я, во-первых, хочу искренне поблагодарить коллегу депутата за то, что он такую колоссальную работу провел, потому что мы пытались достать эти документы. У вас не получилось. У вас не получилось. У вас не получилось. А вы расскажите, а почему у вас-то не получилось эти документы запросить? Как вы пытаетесь? Проектировщик вам ответил. Есть организации, уполномоченные вести учет имущество. Это Росреестр и прочие, так сказать, его подотчетные структуры. Они получают информацию от Росреестра и БТИ. Других источников информации у них нет. Если какие-то процедуры не были доведены таким образом, чтобы это осело Росреестр. Вернуться к этому вопросу можно, имея в виду вот те документы, которые есть. Я надеюсь, что уважаемый депутат конструктивно поможет с этим материалом еще раз вам посмотреть. Правильно? Исходный материал у нас заказчик. Представляет спорта, сентября. Смотрите, хоть один исходный, как у меня есть. Да, я смотрел, там я научил, что паспорта БТИ нету. Давайте, вы мне предложили, я смотрю. Технический паспорт БТИ, который проравнивается, что даст мне паспортам. Хоть один найдите мне, пожалуйста. Для работы дают только тема семьянам, которые пользуются. Вячеслав, если можно, хотя бы один паспорт. Я бы использую это. Хотя бы один. Для каких-то работы важны? С вами вот те даты, которые вы передаете? Это анализ, для очищения. А если ничего нечего, афа... 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 Гранита переменных щавков и сфокаций, спасания размера площади... Это молодец. Вот видите, как должно быть заверено? Не ведете? Завернули. Можно выступить? Да, нет. А представьте, пожалуйста. Можно попросить? Значит, выставай. Выставай еще страницу. Видите, как вы выставили? Уважаемые, уважаемые, жизнь учится. Здесь мы здесь все. Мы еще раз здесь. Я работаю на территории этого района. Первое. Первое. Я категорически против этого проекта, поскольку не хочу быть соучастником преступления. Этот проект, эта попытка нарушить право всех собственников жилья, которые автоматически в силу закона являются также долевыми собственниками общего имущества, включая земельные участки. Ни одного документа, у них таблички, которые документами не являются. Ни одного документа, который департамент по техническому заданию, департамент городского имущества должен был им предоставить, там нет. Таблички это не документы. В этих табличках ничего не говорится о земле. Если департамент и проектировщики считают, что в этом квартале для домов земля не выделялась для их эксплуатации, это значит, что в течение десятилетий наши дома стоят на земле, которая не выделялась. Значит, являются самовольными постройками самовольно захваченной земле. Нет, самовольными постройками на самовольно захваченной земле. Да. Поэтому, прошу находящихся здесь представителей окружной комиссии управы сообщаю там вот представители правоохранительных органов стоят сообщаю о преступлении о том, что оказывается, проектировщики разоблачили. Все ваши дома являются самовольными постройками. Нужно возбуждать дела. Нужно сносить возможности ваши дома. Надо вам благодарить архитекторам, проектировщикам. Мы вас услышали. Спасибо. Ящик не закончил. Это вы договорились. Давайте попробуем секундочку. Уважаемые жители. Следующее. 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 Я попросил опять идти в сторону. Неужели это слово? Я считаю, что предложение о том, что какие-то комиссии действительно надо создавать, оно имеет право на существование. Но в связи с тем, что здесь обнаружился подлог, что этот проект нежелания составлен не на основании первоначальных документов, то слушание необходимо признать незаконными, несостоявшимися, составить акт об этом. И еще такой момент. Нам говорят, нам говорят, что оказывается, земля никому в этом районе не выделялась, и вот сейчас мы ее выделим. Извините, тут целая таблица договоров аренды, которые заключены на участки, которые поставлены на кадастровый учет. Почему одни участки без всякого проекта нежелания уже давным-давно поставлены на кадастровый учет? Конкретных границах. Конкретных границах. А другие нам тут лапшу вешают, что мы вам сейчас тут нарежем, да мы вам детскую площадку, ладно, так уж и быть с барского плеча. Это обман, это преступление. Спасибо большое. Вопросы представления у него официальной организации. Подождите, подождите. подождите секунду. Давайте у вас, уважаемые, есть еще целая неделя, после сегодняшнего дня. Секунду, подождите, давайте мы закончим. Учитывая, что есть уже целая неделя для вас. Отлично. Люди даже не понимают, что мы видим, отлично. Ваши работы в районе, вопрос по вашей компетенции. Вы можете поставить на таблицу на таблицу на нормативных действующих в Москве до 2000 года. И теперь я вам задаю очень простой вопрос касательно этой таблицы. Это в вашей компетенции? Это что за фигнина грамота? Ее кто составил? Я не закончил вопроса. Для лучшего понимания скажу следующее. Существует нормативный акт, который был в своем время утвержден Министерством земельных отношений. Это таблица, который называется методические указания по определению на нормативных размеров площади земельных участков кондоминиума. Не указаны союзные СНИПы до 1957 года. И ни в одном из этих СНИПов не содержалось никаких пилок. Это вот бумажка! Оставайте! Эта бумажка расставлена! Секундочку! Еще раз! Жители хотят высказать, понимаете? Не вы работающие в районе сейчас, а жители! Вы им так и не дали высказаться, понимаете? А нормально было! Теперь следующее! Секундочку! Я еще раз хочу сказать! Подождите, секунду! Давайте! Мы можем так бесконечно разговаривать! Я вас убедительно прошу! Еще есть целый день у нас, для того, чтобы вы могли дать свои предложения. Ну, если вы не нервничаете, значит, понятно. Вы шесть человек сейчас! Вот рассказали все, что и по кругу все равно пытаетесь вы так жителям не дали высказаться, что сами спрашивали! Уважаемые жители, еще раз объясняю! Уважаемые жители, Уважаемые жители, я попрошу вас сейчас, у нас есть ровная неделя, чтобы еще раз представить свои предложения в течение недели. Да все это уйдет! Уважаемые жители, я вас попрошу, давайте... Мы же жители хотели... Давайте! 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 Два человека! Нет, два человека! Вот три! Вот, вот! Нет, ну слава, давайте! Товарищи, я могу... Товарищи, я житель данного района! Я здесь не работаю, я здесь живу! Сколько, сколько мой дом существует? С 1260 года! У меня два, как о всем, совершенно конкретные предложения. Помимо сомнительной законности, о котором вы сказали, уважаемые депутаты, есть еще один аспект, по процедуре данного предприятия. Что касается оповещения, первоначальное сообщение о том, что с 30 по 5 ноября должно проходить эти слушания, в газете было «Закалужской заставой», которая в нашем квартале большинство нам вообще нет здесь. Спасибо! Потом, когда 30 числа, я думаю, у многих путешествий, 30 числа все-таки некоторые жители пытались прийти в управу, их оттуда просто выставили и сказали, ничего не знаем, нет у нас 30 числа никаких слушаний. Даже Иван Иванович? Да, даже наши депутаты. После того, как множество возмущенных жителей позвонили в окружную комиссию, позвонили в правительство Москвы и отправили сообщение, было принято решение о том, чтобы продлить до 12 числа экспозицию, а 20-го провести собрание. И этот номер газеты «Закалужской заставой 39-й» тоже не был разнесен в нашем районе. Зато появился номер, который нам уже разнесли, газета «Иправы» «Мои черёбушки». Там было написано, совершенно правильные даты, с 30 октября по 12-е ноября, 20-е число, только было указано, что это нежелание квартала между улицей Перехопской, Севастопом, Севастопом и Трохопом. Замечательный. 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 И наконец, несколько дней тому назад у нас развесили Севастопом и Трохопом, на всех подъездах. Упоследовательных район Чурёмушки, собрание публичных слушаний, проектами жевания квартала ограничено. 18-е отменено. То есть, оповещение было организовано, мягко сказано, но вообще только соус, чтобы никто не пришёл. Дальше. Да идите вы отсюда, если не хотите. Мы не говорим сами. Дальше. Вот здесь, здесь, это собрание. Это собрание. Это собрание. Это собрание, собрание помещений, где даже люди не молодые, вынуждены стоять. Дальше. Все, все то, что не нравится, неизбранному президиуму постоянно пытаются так литератским всем поступать. В связи с этим, я проголирую свое предложение в собрание. Предлагаю эти публичные слушания признать недействительность. Прошу, проголосовать. Прошу проголосовать. Надо акт составлять. Акты составляют. Кто против? Кто за это предложение? Да. Смотрите, пожалуйста. Смотрите, пожалуйста. Мы на два голоса говорили. Вот второе выступление. Хорошо? Все, последнее. Да. Это житель. Да, пожалуйста. Кто воздержался, и кто против нам? Кто против? Против воздержался, чтобы было понятно. Кто против? Подложение. Один человек. Вы против? Один. Это житель, да? Нет, нет, не житель. Это не житель. вы держали два человека против автора проекта. Нет, еще вопрос. Вопрос. Скажите, который, Станкевич, а в вашем районе, где вы живете, проводилось ли желание? Они будут 3 декабря, и естественно... Вы пригласите, пожалуйста, меня. Я обязательно приглашу. А вы кто? А вы кто? А вы кто? А в каком доме вы живете? Кто живет? Кто живет? Кто живет? Кто живет? Кто живет? Могу сказать еще... Я участвовал в ступерном процессе по теплому стану по Ясневу, где также были... нами добыли эти документы. Но вы не показали эти документы. Я их не видел. Вот сейчас на видео. Где проекты внеживания ровно в горе участки, выделяемые, были меньше, чем исходные участки, выделяемые для каждого дома. Я не против, чтобы было по закону. Ну да. Извините, пожалуйста. Совсем забрасываю. Извините, пожалуйста. Нормально не забрасываю. Нормально не забрасываю. На этом у вас немножечко другая ситуация. Понимаете, как вы договорились? А у нас... Давайте уже... Вот! Вот! Пожалуйста! Да! Тихо! Тихо! Тихо. Тихо! 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 Выступающий последний двух моих вопросов уже поднял. Потому что да, Да, мы же говорим о собрании. У нас основная тема собрания – это проведение слушаний. Поэтому, естественно, собрание должно заканчиваться решением о том, слушания состояются или не состояются. Мы проголосовали. Мы проголосовали. И второй вопрос – это по поводу… Ну, вот я очень много собраний в жизни провел. Мы понимаем, что любое собрание начинается с чего? На собрании присутствует, указывается количество людей. Если протоколирование ведется, количество людей известны. Группа. А то мы можем потом сказать, что три человека присутствовали, и… Нет, ну, раз мы начинаем сомнение, давайте попросим, пока выступают, еще сосчитать количество зарегистрировавшихся. С этого начинается, уже опоздаешься. Если от чего начинаешься, вы, как юрист, знаете, что… Я знаю, собрание, опыт, люди подходит в кофе, они регистрируются, они считаются участниками. Поэтому сейчас наша протокольная группа эти цифры обозначает… Все подготовлены руды, и здесь не ходите… Спасибо. Вам-то можно считать по головам. Да почти все. Как вы договорились, уважаемые журналисты, да? Вы готовы? Однозначно, если вы просто разучите… Отзарегистрированные журналисты… Давайте все, кто не представляет… Оточка, на руках… Да! Да, Уважаемые, ну, сто на ваш руды! Вы не зарегистрировали? Подходите, пожалуйста… Мы всех зарегистрированы… И давайте, акция оставлена, давайте подпишемся. Продолжение следует...